день рождения это как личный новый год также считается что как его встретишь так и проведешь поэтому для меня очень важно продумывать не только свой день рождения а продумывать свой будущий год каким я хочу его видеть как я хочу провести в окружении каких людей в какой обстановке поэтому мне всегда хочется чтобы мой год был лучший годом моей жизни и соответственно мне хочется чтобы это был лучший день в моей жизни и подготовка началась достаточно заранее причем какие-то основные моменты были намечены но оставлено было место как обычно для пространства для креатива для воздуха для того что неизвестно как пойдет для моментов сюрприза хотя сюрпризы начали делать заранее потому что кто-то даже стал советоваться по поводу подарков но тем не менее это было очень приятно мы заранее сходить какие-то шоппинки ну и каждый год 10 августа в свой день рождения я для своих гостей провожу такую практику исполнения желаний и как правило это был такой узкий круг приглашенных но я уже много лет открываю двери для всех желающих и начинаю делать это в таком онлайне присоединяться к чудесам на моем празднике так я писала в прошлом году говорила об этом что-то желала что-то загадывала и прошлом году был прекрасный день рождения в екатеринском дворце мы ночевали прямо во дворце где ночевала императрица екатерина а в этом году я отправилась в путешествие в путешествие чтобы провести встретить свой день рождения под звездами благо в этот день сама вселенная приготовила мне сюрприз метеорный поток с далеких персеид такое шоу природного масштаба я конечно пропустить не могла и так вот движение началось заранее мы отправились в это путешествие на автобусе мы поехали длинная дорога да потому что ехать нужно было в пустыню это многочасовой такой переезд этой пустыне потому что именно в пустыне не было такого эффекта который называется эффектом засветления то есть земли поднимается такое количество света что звезды становятся уже не так ярки и не так видны поэтому мы поехали именно туда в пустыню где в особом кратере можно было полюбоваться на это зрелище что было по дороге по дороге мы останавливались в разных местах например мы останавливались в городе бершева где посмотрели вот так исход из египта видите тут и моисей и пророчица провидица мириам все вот известные такие библейские персонажи и святой иосиф в общем здесь вот и все это сделано из настоящих таких драгоценных камней что у них уже руки-ноги все по отбивали потому что там драгоценные камни такие как мельхиор и разные дорогостоящие граниты и так далее то есть очень хорошие камни из хороших камней и по задумке архитекторов дальше должен был быть фонтан и действительно как бы чтоб как потоки моря раскрываются перед моисеем ну в общем восстановлена была должна была быть в этом фонтане идея такая реконструкция вот такого раздвижения моря когда моисей раздвинул море что получилось то получилось мы видим это в таком формате дальше мы попали в кибуц первых я никогда не видела как растет жжоба жжобу называют золотом пустыни и действительно во всех препаратах те которые хорошие косметические дорогие если вы видите из слова жжоба написано слышите что там есть жжоба то вся жжоба растет только здесь и когда мы слышим масло жжоба нам кажется что какое-то масленичное растение но нет это вот такие сухие семечки непонятные вот такие колючие кустарники огромные площади и вот здесь в этой кибуце растет жжоба вот здесь ее выращивают перерабатывают и не только доводят до состояния масла но и делают с ней разные свой бренд масленичных косметических средств основе которой действительно жжоба я купила там правда натуральное масло очень классно купила мыло и и мы посмотрели как живет эта кибуца она очень богатая потому что кроме жжобы и вот такого собственного производства это кибуца известно тем что они придумали тот самый палец капельным путем который сделал пустыню цветущим садом и до сих пор это изобретение приносит огромные доходы огромные дивиденды делая каждого жителя этой кубицы буквально миллионером ну там особый уклад нам рассказали об этом честно сказать я так немножечко не понимаю потому что такая общественная коммуна не живут все в одинаковых домах дома выбрать нельзя там все это общее деньги общие машины общие в домах нет кухон потому что они все питаются в общей столовой совместно моют посуду у них нет своих автомобилей но если тебе нужен машина там большой автопарк ты берешь ключи и пишешь на какое время тебе нужно идешь в автопарк забираешь машину едешь куда тебе надо у них нет стиральных машин есть такие особые прачечные где можно просто отнести грязное белье то есть в общем такая коммуна и люди там живут достаточно счастливы не так-то просто туда попасть богатые и счастливые люди которые производят такие прекрасные вещи на самом деле действительно очень уютно хотелось нам побыть подольше но мы поехали дальше потому что нас ждал закат закат перед моим днем рождения что увлеклась этими медитациями на закате действительно мне нравится это состояние потому что в нем есть предчувствие нового дня и вот в этом предчувствии в этом наслаждении этим закатом с последними лучами уходящего солнца перед тем как начнется мой новый день мое новое вхождение в новые события я наблюдала за закатом на таком вот и искусственном водоеме который сделан в берше посмотрите какая красивая набережная очень красиво освещена она для прогулок с такими оригинальными фонарями оригинальной архитектурой в городе бершева вот такой искусственный огромный водоем наверное он и знаменит тем как раз своей вот этой искусственностью она правда очень круто и очень здорово сделано и это была последняя наша остановка потому что следующая остановка это уже была сама пустыня привезти туда прямую трансляцию не было никакой возможности поделиться с вами той красотой которые там увидела да там не работали телефоны там не было ли никакой связи и в этом тоже была какая-то своя прелесть мы приехали в абсолютную темноту но то что я там увидела поразило мое воображение поразило меня настолько это было просто какой-то комплекс восхищения и благоговение без перед вот этими силами природы перед природным совершенством и могуществом космического планетарного масштаба просто легли на спину в этой пустыне смотрели в небо перед нами разыгрывалась космическое шоу действительно падали звезды метеорные потоки небо так висела что среди звезд ты сливался с этой красотой и понимал что ты тоже как-то к этому причастен ты тоже частичка этой необыкновенной красоты рядом с нами кто-то зажигал фонарики ровно в полночь несмотря на ветер мы попытались сделать какую-то имитацию праздничной свечи хиппи бездой и каких-то пожеланий это были первые мои пожелания первые подарки и на меня буквально с неба наверное упала еще одна звезда звезда давида которая получила в подарок из кристаллов сваровски совершенно великолепнейшее украшение она мне так понравилось ну и дальше мы не заметили как мы поехали обратно и уезжать не хотелось даже не думала что можно так бесконечно просто не отрываясь смотреть на небо восхищаясь восторгаясь испытывая целый спектр разных эмоциональных состояний на обратном пути он был простой легкий мы уже приехали добрались и так начался мой день рождения вот так его встретила в пустыне среди звезд где сама природа сама вселенная приготовила мне великолепнейшее шоу равных которому наверно нет в мире это лучшее любых самых дорогих шоу в мире его не закажешь специально это сам мир сам космос мой день рождения сделал мне такой подарок естественно первые поздравления прозвучали уже самом в автобусе от той команды с которой мы были и дальше я пошла немножечко поспать потому что меня ждало утро моего дня рождения утром я отправилась на набережную чтобы побродить встретить утро своего лучшего дня выпить чашечку любимого кофе полюбоваться морем искупаться в море немножечко покайфовать на солнышке в теплой водичке и уже готовиться к вечернему мероприятию вечером мы пошли к илье пророку тоже такое знаете спонтанное мероприятие но давайте еще перед вечером я получила тысячи поздравлений тысячи добрых слов мне столько писали давайте зачитаю вам какие-нибудь вот одно поздравление здесь прямо вставляю вам это в стихах наша поэтесса леночка сударгина она написала мне прям целое стихотворение попросила и леночка пожалуйста сделай из этого видео и она сделала и здесь мы вам его приводим дорогая татьяна давидовна поздравляю вас вашим днем с началом вашего нового года с днем рождения я прям из парижа с любовью написала вам три стихотворения кто это женщина она психолог писательница а может просто мечтательница она вся из науки и ведьмачества она просто лучшая за что не берется все непременно получится и так она звалась татьяны великий гений так писал волшебный августовский день на радость сей своей семье явилась девочка на свет прелестно чудо из чудес и озарила всех любовью и жадностью своей дознаний сыграет главные все роли в судьбе и в тайнах мироздания ну и напоследок просто поздравление цветов любви и настроения в прекрасный праздник день рождения здоровья мира и балета эмоций ярких словно лето поездок новых и свершений энергии добра и денег с вашим днем все желали мне успеха радости достатка процветания школе любви и счастья творческого вдохновения исполнения желаний вот знаете какое поздравление дорогая наша несравненная волшебница примите искренние поздравления с днем рождения с благодарностью за вашу помощь к нашим душам в этом мире чтобы мы прикоснулись хоть к самому краешку вашего вселенского таланта новых учеников масштабирование желаний здоровья позитива долгих благ долгих лет прислали мне открытыми метафорические карты и мы тоже эти карты открывали благодарю вас за те прекрасные миры которые вы для нас открываете вдохновение продвижение реализации планов познать тебе свет самой далекой и яркой звезды и статьи и вот такие даже были мне пожелания магини волшебницы хочу пожелать ощущение счастья исполнения мечты пусть пребывает эта сила поздравляем самолучезарную умную красивую неповторимую желаем всего-всего-всего самого ну и знаете не могу не зачитать поздравление пророчества от нашей любимой пророчестве любимого ольги александровны прям читаю ты не просто магнит в тебе сила что сумеет все силы познать строй виде человечество тем великим единым путем ты явилась чтоб слово сказать она может кому-то сурово но важно мир ты спасала и снова спасешь знай в тебе есть та сила что сумеет творить и творить и войне ты скажи я хозяйка я сумею творить этот мир где любовь и свет и жизнь где прекрасно и все же я хозяйка той жизни которой желаю я жить я так хочу я так желаю любить и жить где все мои друзья а дальше пожалуй я все знаю благословляю раз и навсегда на все времена вот такие были прекрасные слова пророчества пожелания пожелание чтобы все сияло радостью чтобы было ясное сознание открытие новых горизонтов новые экспедиции новые пути новые волшебства об этом во всем было сказано у пещеры ильи пророка где мы тоже задували свечки кушали тортик и вели прямую трансляцию там где я исполняла ваши желания с помощью сил этой горы сил этой вселенной и того единства которое возникло между всеми кто поздравил меня кто был со мной в этот день а потом был еще один закат моего дня рождения было два заката закатом все началось и закатом завершилась это закаты которые для меня были как знамение начала чего-то нового прекрасного и удивительного жду с нетерпением всем пока с вами была татьяна ничаева подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылочка будет в описании становитесь блогерами на нашей платформе geniusnet.pro и участвуйте в наших мероприятиях приходите к нам у нас правда все очень волшебно чудесно и прекрасно а и и и и и и Продолжение следует...